Термин «армянский терроризм» был впервые официально использован в ежемесячном бюллетене Госдепартамента США за август 1982 года. Такого внимания армянские террористы удостоились за весьма активное участие в ряде терактов в Ливане, в результате которых погибло немалое количество американских военных и сотрудников международных гуманитарных миссий. Армянский терроризм берет свое начало с XIX века со времен Османской империи. С этим же периодом связано создание революционной партии Дашнак Цутюн, основным методом борьбы которой стала организация террора и убийств. В этой плеяде можно начать с Агамона Талериана, который убил Талат Пашу, бывшего великого визиря Османской империи в Берлине. Берлинский суд его оправдал, ссылаясь на то, что он был в состоянии аффекта во время совершения преступления. Но вместе с этим Берлинский суд не учел, что это было не первое преступление Талериана, не первое убийство Талериана. Армянские террористы. Драстамат Канаян, Горигин Жде, Монте Мелконян, Гурген Яникян, Хампик Сасунян, Воружан Карапетян, Гагик Арустамян. Именами этих и других преступников в Армении названы станции метро, площади и улицы. Они же воспеты армянским народом в стихах и возвышены к статусу национальных героев республики. Так в Ереване относятся к убийцам тысяч невинных людей. Почти каждый из них входил в международные террористические группировки. Среди них армянская секретная армия освобождения Армении, больше известная под аббревиатурой АСАЛА, совершила огромное число терактов в Европе на Ближнем Востоке России. Только за период с 1975 по 1983 годы ими реализовано свыше 200 преступлений, в числе которых 161 взрыв, 12 заказных убийств, 35 терактов во Франции, 22 в Швейцарии, 18 в Италии и 17 в США. В общей сложности кровавый след армянские террористы оставили в 22 странах. Основной мишенью армянских террористов зачастую были турецкие дипломаты. В докладе ЦРУ от 30 апреля 2013 года говорится о прямом сговоре ряда европейских стран с группировкой АСАЛА. Вывод доклада ЦРУ. Ряд западноевропейских стран, по-видимому, достигли договоренностей с группировкой АСАЛА, позволяя террористам свободно преследовать турецкие цели в обмен на обещание не нападать на местное население, что имеет угрожающие последствия для международного сотрудничества по борьбе с терроризмом. Турки были возмущены безразличием и молчаливым согласием Европы с терроризмом АСАЛА. Они оказывают решительное давление на США с тем, чтобы те оказали давление на правительство европейских государств и непосредственно участвовали в борьбе с этой угрозой. Французское правительство, когда социалисты были у власти во Франции, достигли негласного соглашения с армянскими террористическими группами. Они предоставляли им транзит через французские аэропорты. Они фактически не преследовали их за нападение на турецких дипломатов и на турецкие цели. В обмен на это армянские террористы обязались не осуществлять атаки против французских объектов, против французских граждан и против французских интересов в целом, как во Франции, так и за границей. Но по иронии судьбы армянская сторона нарушила эту договоренность, совершив взрыв в аэропорту Орли. Апрель 2001 года. Франция после 17 лет заключения передала Армении осужденного на пожизненный срок международного террориста вооружана Карапетяна. Указ о его помиловании был подписан тогдашним президентом Армении Робертом Качаряном еще до прилета преступника в Ереванский аэропорт. Террористу по прибытии в Армению были оказаны самые высокие почести. Карапетян был встречен как герой. Ему была вручена награда. И это при том, что именно вооружан Карапетян в числе других террористов армян в 1984 году организовал взрыв во французском аэропорту Орли, в результате которого были погибшие и ранены. Задолго до этого, в 1981 году во французском аэропорту был арестован гражданин Южного Кипра с кипрским паспортом. А потом выяснилось, что это оказался Монте-Милканян, который подозревался во взрыве синагоги в 1980 году в Париже на улице Коперников. В результате этого теракта погибло 4 человека. Но французские власти, поддавшись шантажу со стороны Асала, которая устроила массу терактов против французских банков, страховых компаний и других французских учреждений в Ливане, в Бейруте, отпустили террориста. Монте-Милканян по прозвищу Аво не заставил долго ждать о себе вестей. 24 сентября 1981 года он спланировал и организовал террористическую операцию под названием ВАН. Она предусматривала захват турецкого консульства во Франции, а также ряд других терактов против турецких объектов на Ближнем Востоке и в странах Европы. После этого он участвовал в боевых операциях в Ливане во время войны Ливанской. Его очень долго, в течение долгих лет искала израильская спецслужба. Он успел в ряде стран Ближнего Востока принять участие как в боевых операциях против властей. Также совершит множество терактов. Монте-Милканян является одним из непосредственных организаторов и вдохновителей геноцида против азербайджанского населения села Гарадаглы 17 февраля 1992 года. Затем, спустя буквально 9 дней, 25-26 февраля, он же является одним из инициаторов. И его же отряды террористов-боевиков участвовали в геноциде азербайджанского населения Ходжалы. То есть эти люди выполняли функцию уничтожения мирного населения. Вы не подвластен, не сузите, поскольку жидороссийская империя не есть правовое государство. Это надо твердо помнить. Январь 1977 года. Москва. Асала взорвала московский митрополитен, продуктовые и продовольственные магазины. В результате теракта погибли 7 человек, около полсотни были ранены. По этому делу были обвинены и приговорены к смертной казни Степан Затикян, Акоп Степанян и Завен Багдасарян. Если нужно будет, я буду заживаться. Если это не заживание, то не заживание, то не заживание. Если кто-нибудь из нас остается, снова будет заживание. Деятельность армянских террористических организаций всегда вполне лояльно воспринималась в других странах, потому что им предавали орел мучеников и борцов за христианский армянский народ. И это несмотря на то, что в результате армянских терактов гибли те же самые христиане, граждане стран Европы и России. Сегодня доказать армянину с помощью фактов, документов, что-либо против их земляка или соотечественника практически невозможно. На протяжении многих десятилетий армянские националистические лидеры внушали своим гражданам, что они подвергаются гонению и геноциду. И потому те люди, которые в глазах мирового сообщества являются террористами, для армянского народа борцы за так называемую справедливость.